доброе утро друзья знаете это уже у нее вот прям второе порос подряд который я не принимаю она все сама я пришел я вчера уходил я вместе с вами мы вместе с вами у нее проверили молоко его нету но я спокойно ушел домой я вот думал сегодня если она не начнет пороситься будем делать ей укольчик но она уже не начнет опороситься потому что она уже опоросил попросилась я сейчас хочу поубирать у них пуповинки уже и послед вышел я убрал послед заменил липучки повесил вот раз два три четыре пять шесть семь восемь девять штук новых сейчас должно выловить всех мух мух конечно ну блин лето сарае свинарник мух конечно миллион но что я хочу сказать опоросик опоросик прошел хорошо поросятки вот все в порядке почти все ровненькие несколько поменьше нету нету черных то есть хоть она и гуляла с этим с коржиком но у нее нет ни одного черного вот она мощная такая свинка д белая и черных поросяточек у нее нету конечно ну пропустила поросла это нехорошо что я пропустил но я бы себя немножко винил если бы все прошло не очень хорошо я тогда себя винил а так и пропустил и пропустил все прошло отлично поросятки все нет ни одного мертвого поросеночка и ни на кого не наступило в общем все хорошо а я вчера думаю что вы не буду есть телить сена ну и зря надо было вчера еще постелить ну в общем сейчас мы ей дадим стена хочу немножко ей вы меня обтереть потому что как бы жарко вы меня все в опилках мне это не очень нравится совсем скоро буквально да наверное даже сегодня если дождя сейчас не будет у нас как-то тут туча крутых жара неимоверная то поедем на поле мы еще не косим но там прям возле нас косили и там есть такие кучки солом можно парочку мешков набрать когда уже скажу свое тогда уже будем тюковать а сейчас парочку мешков чтобы подстилать ей свеженькой водички потому что кушать она вчера еще ночью не стало а вот водички женюшечки надо знаете что я прям хоть я и не думал что она будет пороситься но сегодня на ночь я не закрывал дверь закрывая сегодня оставил открытую когда я дежурил а когда я дежурил опоросы то с открытой дверью здесь прям очень прохладно очень ты моя умничка молодец молодец все сама все сама я еще никого не кормил и это уже все сделаю потом сейчас хочу выловить поросяточек и поскусывать им зубы потому что чтобы чтобы не дрались чтоб не дрались и свинка будет поспокойнее да мамульчика ты моя хорошая давай сейчас тебя налью тебе водички да ты попьешь все хорошо вот так они вроде жара неимоверно они всего там кучку собрались сзади свинки в день опороса свинюшечку можно не кормить вообще но если хочет пусть кушают знаете сразу когда появляется кто-то новенький то на давай давай попей давай вот так вот и боже ты хоть назад там не уляшься они все а ну мухи все ловимся на знаете я хочет прям залезть в воду да ну я что не могу ничего сделать вот и боже просто попей много для для что делает просто попей больше воды и станет легче а вообще не бьет вообще не пьет не уляшься на них он иди на сено вот умничка давай давай на все наложить давай давай нету там нету давай молодец вот умничка как хорошо легла я сейчас вот здесь подстилю сено да умничка вот так молодец маночка можно к тебе на минутку можно давай я зайду на минутку вот вот ну и все порядке вот сейчас выловим а теперь а теперь ну амуречка ну амуречка оп будешь им пузико выворачивать вот так оно туповинки я ж ничего еще не делал так коротенькая длинная давай 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 длинную откусим 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 оп все убрали коротенькая коротенькая вот montano коротенькая ну-ну-ну вот ваша мамулечка вот так ну знаете вот присел снизу не такая жара как сверху и плюс на самом деле у обсянки здесь самый прохладный загончик она возле окна и она не с солнечной стороны так что у нее все нормальненько хоть и ввозе вот такие все поросяточки плюс-минус одинаковые тихо виноватенькая давай давай все тут тоже все хорошо под лампу не надо идти я ее даже включать не буду есть вот такой не знаю вам видно вот так вот такой парсон поменьше но вроде кругленький так где тут мои еще вот одни вот так вот и бойся хоть и бойся тут короткая пуповина знаете кажется как будто на их поскусывала их длинновастенькая сейчас мы укоротим потому что она когда подсохнет они будут это на нее наступать и подрывать немножко она может кровить или это не надо все вот так все коротенькие все посмотрите ребята опорос так кто-то туда залез мне не нравится чтобы она приваливалась не лезь туда не лезь давай сюда 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 вот так вот сюда опачки давай заваливай самому знаете это такая свиноматка рекордсменка по-другому ее ну вот опять зачем ты пустила на ту сторону поросенка зачем пустила он сейчас будет а их даже два будут сейчас же швизжать вот так раз и вот так давай заваливайся давай вот так ложись пузико доставай это свиноматка рекордсменка это ее уже то ли седьмой опорос то ли восьмой и у нее всегда много поросят всегда за последние два раза то есть в этом году вот сейчас вот этот опорос и предыдущий опорос который был в конце января то есть прошло пять шесть месяцев за февраль март апрель май и июнь 5 месяцев прошло 5 месяцев назад у нее было поросы и было 14 поросят а сейчас спустя 5 месяцев у нее опять 13 поросят 13 и 14 она опоросилась 27 поросят за пять месяцев мамочки а чё ты туда чё ты туда вот так не дает да так она вас только кормила я ее только вот поднял вот так ну и пить воды не стало видите какая жара ну вот так а так я говорю послед выкинул поросятки все хорошенькие не драться будем не хочет давать им птичку сейчас не хочет вот сюда вот так у нас света нету поэтому я не могу включить свет вам чтобы было светлее но я думаю и так видно так что вот такие вот дела просто когда смотришь на поросяточек которые только появились и на поросяточек вот и боже чё ты огрызаешься чё ты огрызаешься вот так если подсветить на поросяточек которым уже ну как бы дней десять до разница даже уже больше чем десять дней разница видна сразу невооруженным глазом то есть буквально прошло десять дней и все поросятки прям такие пузатенькие все ровненькие хорошенькие мне нужно сейчас им поскусывать зубы это очень важно потому что поросяточек много сейчас будут сумасшедшие драки за соски это будет это будет на протяжении суток может даже полтора пока они не распределяться где чей сосок а так и свинка будет вскакивать и поросята будут друг другу щеки грызть и ну короче ничего хорошего не будет вы от этого поэтому зубки зубки скусить обязательно если поросяточек немного там 6 8 и вы смотрите что они не грызут друг друга не кусают и определились к вы ну по вымене сразу в первый день то можно не скусывать зубы вот серьезно можно потому что то что я сейчас зубки скушу что значит скушу я их не выдергиваю я их просто срезаю вот этими же ножничками срезаю сейчас их обработаю йодом и это и по скушу свои зубы они продолжат потом расти то есть у больших свиней они все равно есть эти зубы и как бы они им жить не мешают потому что некоторые думают что когда поросеночек ну знаете мне часто бывает пишут что поросеночек сосет только воду из корма ничего не ест скорее всего зубы не скусаны и это и вот по этой причине ну типа они не едят это не так аппетита нет нет того что зубы не скусаны ну а как бы из-за какого-то нарушения обмена веществ в организме или как бы недостатка каких-то питательных веществ и сбой как бы происходит и аппетита у свиньи нету плохо едят плохо растут короче ну вот так так что зубы скусывается только из-за того чтобы поросята не вредили ни себе не свиноматки вот так тут хоть кто хоть кто тут ой вот такой целый выводок свинюшечка устала решила отдыхать поросятки не думаю что поросятушки голодные так что будем им скусывать зубки да не знаю как будет свинка на это реагировать но сейчас попробую если она меня будет хотеть сожрать то будет то буду уходить отсюда да чуть не начал пошел я обработать кусачки пупорину обрезал тихо молочка можно выйду тихо 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 О! Свет включили! Ура! Ура! Появился свет! Мамульчика, можно меня опять зайти? Ой, нет, нет, не выходи. Не выходи. Ой, так воздух подул в окно. Прям красота. Так, тут птички нету. Это совсем не птичка. Ты нашел птичку? Это не птичка. Она что-то вам не дает птички, да? У поросяточек нужно убрать 8 зубов. Я вам сейчас покажу. Смотрите, два. Если бы я видел, что вы видите, а то я не вижу, что вы видите. Сейчас, секундочку. Я сейчас вам хочу показать зубки, потому что... Ой! Потому что у меня часто спрашивают, а сколько и какие зубы убирать. Очень легко это все видеть и понимать, потому что у нее, у поросеночка больше других зубов нету. Смотрите, два сверху. Смотрите, два сверху. Вот таких рыженьких. Видно? Видно, вот. И два снизу. То есть во рту у поросят больше никаких зубов нету. Вот только вот эти четыре. То есть сейчас поросята без зуба, я можно сказать, имеют только четыре клыка. Зачем эти клыки? Это, знаете, для естественного отбора. Вот ты боже! Устала ты от них, да? Не хочешь, чтобы они к тебе к мордочке лезли. Это для естественного отбора. Вот в дикой природе свинка по такой объем не выкормила поросят. А так как они собственники и у каждого поросеночка свой сосок, то нужно, чтобы они за этот сосок боролись. Как говорится, выживает сильнейший, да? Вот в дикой природе это так. Поэтому вот у них только вот эти клыки. Резцов нету вот спереди, ни сверху, ни снизу. И, ну, как бы, жевательных зубов тоже нету. Они появятся чуть попозже. А пока, а пока только вот этот небольшой объем резцов, говорю резцов, клыков, небольшой объем клыков. Ну и все, вот так. Видите, маночка, маночка очень агрессивная свинюшка, сестра ее, с манкой так зубы не поскусываешь поросятам. А вот овсянке, вы видели, я только что одному скусил, и она никак не отреагировала. Поэтому я не буду никуда сейчас уходить. Я поскусываю им зубки прямо здесь на месте. Но чтобы меня YouTube не заблокировал, я сделаю это сейчас с вами, но без звука, да? Так будет лучше. Я просто в этом моменте вырежу звук. Ну, вот так. Вот так. Вам хоть видно, что я буду делать или не видно? Тихо. Сейчас я гляну. Да. Все видно? Все видно. Вот так. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 мама выпусти давай вот так вот ложись кучку отдыхайте мама сейчас отдохнет и будет вас все там нет китик ты шачок ну той ты еще присосись потом когда она выворачивать пузо начнет туда так сдохнешь голоду по-другому не скажешь ну глянь нашел себе альтернативу или выговорил слово это капец какой-то овсяночка давай я помогу тебе давай 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 не жадничай давай ну ложись дай деткам покушать это уже мне не нравится для что они вам спину поросихи показывают да ты шо чокнутая что ли то не вымя гля ты же пропадешь овсянка знаете аппарат лезет лезет назад то ты шучу окно то это же не вымя за петлю поняли сосет как бы ну чокнутая вымя где-то вот здесь а ты шкуру сосет глянь выворачивай давай или на другую сторону ляжь это уже мне не нравится я уже тут это час и за этот час она их не кормила ну блин не лезь туда устала ребёночка спит спит маленькая глянь что делает ты шо вообще что ли у тебя дети глянь глянь что делает ты шо вообще сумасшедший то не вымя я тебе сейчас это привяжу вот сюда до передней лапы и глянь глянь как лезет вы видите что делает это поросил этот кабанчик с ума сошел что ли ну вот так знаете опороз опороз прошел хорошо а теперь немножко понервничаем я думаю вы тоже я то тут ближе и я об этом узнаю раньше ну как покормить или не покормит а вы уже сможете узнать в следующем ролике да потому что ну это в комментариях вдруг кто-то напишет кормила не кормила это напишу кормила или не кормила да ну должна кормить просто это просто свинка устала свинка в возрасте если бы знаете они ей 4 года этой свинке было феврале да они это с первого опороза хельги и они появились феврале они на полгода моложе ма моложе ппп и лезет на двую сторону и получается что сейчас ее седьмой опороз но это такая свинка уже в возрасте поэтому день на самом деле опороз и с каждым до последующим опорозом они будут даваться все сложнее и сложнее я вам говорил что 10 опорозов можно но как бы свинка устает но я думаю вы понимаете да да такие люди молодые люди и люди уже как бы ну я имею ввиду 20-летние люди там 18-летние или 40-летние конечно и в 40 может быть много энергии но все равно 20-летние более энергичные вот точно так же же здесь как бы так что не думаю что это проблема что она сейчас их не кормит это у них такое знаете когда я пришел только с утра зашел то она лежала на боку они что-то там в имени сосали ну то есть как бы видно что и пускала молоко но я уже тут нахожу в течение часа и она думает о пришел нянька поэтому я посплю а ты давай их няньчу ну вы видели она даже на на то что я зубы скусывал она никак не реагировала вставай попей а то я тебя прогнал муха и не дал тебе попить до вставай ну как то как то так друзья свинка просто устала это неплохо это не страшно отдохнет сейчас и покормит сосков у нее 13 поросят и я думаю кто помнит да буквально сколько тут с того опороса прошло у него 16 сосков все рабочие все молочные два недоразвитых из этих 16 а 14 хороших так что 13 поросят нормально распределяться среди 16 сосков зубы скусили кусаться не будут свинка нервничать не будет и должно все быть нормально ну вот так все друзья я буду заканчивать мне нужно поуправляться по убирать покормить у всех остальных вроде сегодня я буду дома так что так что вот такие вот дела всем хорошего дня ну и увидимся в следующем ролике всем пока пока